В 17-18 веках любимым занятием представителей европейских правящих династий было касторезное дело. Мой сегодняшний герой, разумеется, не король, но занимается поистине королевским искусством. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Иван Белозеров. Зверь под названием Тьенчу обитает в подземных пещерах, похож на мышь, но величиной с буйвола. Отличается огромной силой и роет себе норы в горах. Так в одном средневековом китайском трактате описывается, не поверите, мамонт. И когда мы узнали, что в Рязань переехал талантливый касторез, который работает как раз с бивнями мамонтов, мы незамедлительно отправились в гости. Я всегда иду от самого материала. Я пытаюсь увидеть в нем что-то, вот в конкретном кусочке. И увидев это что-то, начинаю его воплощать. Сам материал похож на аккуратно спиленный сук дерева, обернутый толстой корой. Наткнешься на такое и внимания не обратишь. Вот это полный бивень мамонтенка. У него трещина продольная с этой стороны. Здесь примерно вот эта часть у него была в черепе. С точки зрения касторезного дела он малопригоден. Но как подумаешь, сколько всего пережил маленький мамонтенок мурашки по коже. Это бивень очень интересного цвета, пластика у него очень интересная. Это бивень, который несколько лет назад вышел на поверхность в районе Красноярска на берегу реки. И в скорое время не попал в Москву. И там я его приобрел. Ну, увидел я в нем скифский нож с характерным изображением оленя. Первый кусок бивня, который мастер взял в свои руки, так и остался в первозданном виде. Он был найден в проливе заря, который назвали так в память о знаменитой шхуне. Гравировку долго выдумывать не пришлось. Здесь все декоративные свойства бивня мамонта очень хорошо видны. Во-первых, корочка, очень красивый красно-коричневый оттенок с характерными текстурами, похожими на древесину. И самое главное, это то, за что бивень мамонта ценится выше всего. Переплетающиеся волокна, которые формируют тело бивня, на срезе видны. Все предначертано, уверен мой собеседник. Арктика увлекала его с детства. Он и родился в северных землях, в 70 километрах от Норвежской и в 140 километрах от финской границы. Когда мы говорим, что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. На самом деле, все мои предки, они то или иное отношение имели к военному делу, к военному службе, поскольку род мой казачий род. В семейном альбоме удивительные фото. Прадед Георгиевский кавалер участвовал в Первой мировой войне. А на этой совсем плохая фотография. Ей порядка 120 лет. Мой прадед. А это уже дед Ивана Белозерова накануне Великой Отечественной войны. Имея бронь, он пошел воевать добровольцем. В конце 41-го, когда формировалась дивизия Московского ополчения, 18-я стрелковая гвардейская дивизия, его назначили туда командиром. Отец стал военным моряком, а сам Иван Иванович решил охранять воздушные рубежи родины. И под впечатлением легенд о земле Санникова сознательно отправился на крайний север. Во время Второй мировой войны здесь был аэродром Подскока. Когда американцы нам поставляли военные самолеты, они взлетали на Аляске и через Чукотку-Якутию прилетали в центральную полосу России. Даже в его бытность там оставалась американская навигационная станция, остатки взлетной полосы, фрагменты разбившихся самолетов, радиооборудование и баркасы. Удивительные места, где все грибы съедобные, а комары не реагируют на человека, потому что не знают, кто это такой. Май месяц минус 50, все в снегу. В июне начинает стаивать снег, а в июле стаивший снег поднимает на поверхность фрагменты бивня мамонта. Ну вот они могут быть вот в такой форме, более-менее крупные фрагменты. Ученые утверждают, что остров Котельный – последнее место, где обитали мамонты. Наткнувшись на необычные кости, Иван Белозеров сразу понял, с чем имеет дело. Это сентябрь месяц, а это июнь месяц. Здесь на фотографии как раз уникальный случай, когда рядом находились два бивня от одного мамонта. Видно, что это русло речки, вода сошла. В его коллекции только те экземпляры редкой кости, которые природа подарила ему сама. Оказывается, бивень мамонта добывают в промышленных масштабах, главное – оформить кучу документов. А такие мастера, как мой герой, приобретают материал на специальных аукционах. Продается он килограммами. Но понятно, что не все сырье пригодно для работы. Мамонты – они высокоорганизованные существа, как и современные слоны. Они шли умирать в определенное место, на так называемом кладбище. Даже те немногие фигурки и украшения из кости, которые мы увидели дома, поражают разнообразием и фантазией. Заколки, броши, кулоны, маленькие статуэтки животных. Сюда может перламутр поставлен быть, на обратную сторону для контраста. Прочерчивается орнамент, просверливается в соответствующие дырочки. Вот таким вот образом выбирается по контуру лишняя кость. Он предпочитает работать с сериями. Женские украшения, православные образки, работы в стиле модерн по эскизам великого Альфонса Марии Мухи. Для ювелирного дома Фуке он делал эскизы. Понятно, что там для золотых изделий и прочее. Но вот эти эскизы я использовал для изготовления изделий в кости. Ну, такая бабочка в частности. В родном Ставропольском крае Иван Белозеров стал самым знаменитым таможенником. Прослужил 23 года. Ему ли не знать, что все богатство земли нужно и можно использовать бережно и с умом? Верхом костерезного искусства являются вот такие вещи. В основе это токарная форма, затем украшенная ажуром, медальонами и так дальше. А сделал их знаменитый архангельский таможенник Николай Верещагин. На рубеже 18-19 веков он был самым большим мастером костерезного искусства и до сих пор считается эталоном, к которому мастера стремятся. Как раз одно из декоративных свойств кости, уникальное свойство, это то, что хорошая кость, она тонкие пластины, они просвечиваются. С точки зрения экспонирования, дополнительные эффекты. То есть вот такие вещи, они экспонируются как экраны с подсветкой извне, с приглушенным светом с лицевой стороны. И изделие приобретает совершенно иной характер и свойства. За тысячи лет, проведенные под землей, бивни подвергались постепенной минерализации и приобретали самые разнообразные оттенки. От розового и оранжевого до бурового и фиолетового. Этот цвет невозможно сымитировать. Вторым по качеству является бивень слона, но его текстуру глазом не увидишь. На третьем месте клык моржа, обладающий своими декоративными свойствами. В эпителии белый и рыхлый он убирается, как правило, а дальше тело бивня, желтоватый оттенок, без особой текстуры. Ну и центральная сердцевина, она пронизывает весь бивень, она рыхловатого, сероватого оттенка. Но какой бы хорошей и большой ни была кость, не каждый мастер способен сделать из нее произведение искусства. Ни один уважающий себя касторез не покрывает своей работой лаком. Шлифовка – отдельное таинство. Иван Белозеров использует обыкновенные стебли хвоща. После такой шлифовки поверхность становится идеальной. Но и это еще не все. Для идеальной полировки пришлось разработать собственную секретную пасту. Хозяйственное мыло, зубной порошок, воск, ну и основные компоненты. Ученые полагают, что бивни, пролежавшие тысячелетия в вечной мерзлоте, подвергаются воздействию сильных магнитных полей. И освободившись из плена, обработанная полированная поверхность начинает отдавать энергию, которая благотворно воздействует на человека. Не знаю, что больше, магия бивней или радушия хозяина наделила энергией нас. Но хочу сказать огромное спасибо за возможность прикоснуться к частичке прошлого таким красивым королевским способом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!